Сторонники существования Снежного Человека помнят и часто вспоминают одну очень странную историю, которая произошла в конце XIX века. В 1871 году 17-летняя Серифина Лонг внезапно пропала, о чем сообщили ее близкие родственники. Девушка отправилась в Маунт-Морис, чтобы раздобыть кедровых орехов для пирога, но домой так и не вернулась. Так как происхождение Серифины было индейское, шериф и люди закона отказались от масштабных поисков, сославшись на нехватку времени и более важные дела. Тогда разыскать девушку решили жители племенного рода, к которому она относилась. Следопыты определили ее маршрут и обнаружили, что в месте, где, скорее всего, девушка находилась, имелись еще одни отпечатки стоп. Крупные, хорошо вдавленные во влажную почву. Но кроме этой зацепки не было больше никаких улик. Несмотря на все старания родственников и соплеменников, разыскать Серифину не удалось. Примерно через два месяца после пропажи наступила зима, и люди окончательно поверили в гибель девушки. Выжить в одиночку такое продолжительное время посреди бескрайних лесов едва ли смогла 17-летняя девочка. Однако, осенью следующего года она вышла к людям. Серифина находилась в ужасном и испуганном состоянии. На ее теле не было видимых ран или серьезных травм, кроме нескольких ссадин в области запястьей. Девушка была исхудавшая, сильно обезвоженная и беременная. Она потеряла сознание, когда поняла, что ее увидели и узнали соплеменники. Радость членов семьи не знала предела, однако, братья и отец хотели отомстить за то, что сделали с девушкой. Спустя примерно сутки, придя в себя, Серифина начала рассказывать, где была все это время и что вообще произошло. Оказалось, что во время сбора кедровых шишек к ней подкрался огромный и лохматый зверь. А когда она попыталась кричать, то он заткнул лапой рот. Кисть была столь велика, что закрыла сразу и рот и нос. Еще чуть-чуть и Серифина задохнулась бы, но чудище ослабило хватку, дал сделать несколько вдохов и вновь закрыл лицо. Девушка попыталась укусить его и за это получила увесистую пощечину, после которой потеряла сознание. Оклемалась она уже в темной пещере. Где именно находилось логово, она не знала, но что интересно, входная дверь в него закрывалась каменной глыбой, которую, при надобности, существо отодвигало и ставило назад. Благодаря этому можно было спать спокойно, дикие звери сюда не пробрались бы. Чудище приносил девушке сырое мясо различных животных и ягоды, плоды из леса. Лишь несколько раз он вскидывал ее на плечо и относил к располагавшемуся недалеко ручью, чтобы умыться. Серифина отказывалась от еды и воды, но на какие-то сутки не устояла и начала поглощать все, кроме мяса. Девушка попыталась с помощью искры раздобыть огонь и пожарить его, но зверь, заметив небольшое пламя, стал гневиться и рычать. Больше она не пыталась этого сделать. Однажды снежный человек привел в пещеру троих сородичей. Серифина сильно перепугалась, но те не причинили ей никакого вреда. Они осмотрели ее, понюхали, несколько раз ткнули пальцем в плечо и живот, после чего о чем-то громко поговорили друг с другом, активно жестикулируя. Затем гости ушли. Последующая ночь стала самой жуткой в жизни девушки. Снежный человек провел ее с ней, и Серифина забеременела. Она стала плохо есть и все сильнее тосковала по родным. В какой-то момент ей в голову пришел план. Девушка все чаще пыталась общаться с сожителем. Кое-как она начала понимать его жесты и некоторые слова. На исходе года пребывания в пещере, Серифина объяснила зверю, что если не обратиться к знахарю своего племени, то умрет. Тот разрешил ей покинуть пещеру, но практически довел до поселения. Когда девушка услышала голоса людей, то он отказался идти дальше и осторожно толкнул в спину, как бы направляя ее движение. Уже будучи среди родных и близких, у Серифины случились роды. Плод оказался покрыт шерстью и имел страшное уродство. Никто не знает достоверно, родился ли малыш мертвым или его умертвили по совету знахарки из-за внешнего вида. Но судьба была к Серифине благосклонна. У нее и супруга родилось трое детей, а тот инцидент остался в памяти, словно страшный сон. Скорее всего, речь идет о настоящем контакте девушки и снежного человека. Подобных историй крайне мало. Есть всего 4 или 5 случаев, в которых люди сожительствовали с Йети, но пожалуй, данный рассказ наиболее полноценный. Из него можно сделать вывод, что теоретически у людей и снежных людей может быть потомство. Спасибо дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.